МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 17 сентября. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас проведем ее мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлианна Шахова. Программа День веков хронограф поздравляет всех наших телезрителей, родившихся в этот день. Мы желаем вам быть здоровыми, счастливыми и благополучными. 17 сентября родились многие известные люди. Вацлав II, король Чехии, Польша и Венгрии из династии Бржемысловичей. И Павел V, папа римский, всеми мерами, боровшийся с реформацией. Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, граф-дипломат. И Жан Кандарсе, французский математик, экономист, публицист и философ. Американские инженеры-промышленник Дэвид Бьюик и Константин Иблатович Циолковский. Русский ученый, работавший в области аэронавтики, аэродинамики и астронавтики. Изобретатель ракеты и исследователь космоса. Циолковский первым разработал модель ракеты, способной полететь в космос. Фрэнсис Чичестер, англичанин, совершивший первое кругосветное путешествие на одиночной яхте. И гонщик Формулы-1 Дэймон Хилл. Петр Бринько, лейтенант, герой Советского Союза. И Александр Выборнов, герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации подставки. Хэн Куэллимс, исполнитель музыки канты. А также Владимир Меньшов, режиссер, сценарист, актер, продюсер. Сегодня 17 сентября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в истории был отмечен следующими событиями. В 1176 году турки-сельджуки наголову разбивают армию византийского императора Мануила I. А в 1595 году папа римский гримент Восьмой признает Генриха IV королем Франции. В 1598 году нидерландские моряки открывают Маврики. В 1683 году Антони Ван Левенгук сообщает о существовании бактерий. А в 1689 году английский астроном Уильям Гершель открывает спутник Сатурна «Мимос». В 1778 году в форте Пит подписывается первый договор между США и индейскими племенами. И в 1809 году происходит подписание Фреду Изгамского мирного договора, завершающего русско-шведскую войну. Договор к России отходит Финляндия с Аландскими островами. В 1862 году состоялась битва при Шарпсбурге, став самым кровавым днем гражданской войны США. И в 1871 году в Лондоне проходит негласная конференция делегатов Первого интернационала, на которой принимаются решения о необходимости создания в каждой стране самостоятельной политической партии, пролетариатой. В 1900 году королева Виктория распускает британский парламент. И в 1914 году гонкой к морю назвали операцию, когда союзнические германские войска пытались обойти друг друга с фланга. В результате Западный фронт протягивается от Северного моря через Бельгию и Францию до Швейцарии. В 1914 году свет впервые увидел Орган Глинке «Жизнь за царя» в Большом театре. И в 1922 году начинает вещание «Радио Москва». В 1932 году основан Институт мировой литературы имени Горького. И в 1934 году выпускается первая грамм-пластинка на 33,1-3 оборота в минуту с Пятой симфонии Бетховена. В 1949 году состоялась первая встреча Совета НАТО. И в 1954 году на Новой Земле создан Советский ядерный полигон. Сегодня 17 сентября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». И наше сегодняшнее путешествие мы начнем с событий российской истории. 17 сентября 1809 года Фридрихсгамский мирный договор завершил недолгую русско-шведскую войну и подтвердил успех российской империи. Накануне русско-шведской войны перед Швецией встала дилемма. Присоединиться как Россия к континентальной блокаде и тем поставить под удар британского флота свою морскую торговлю. Либо сохранить традиционный союз с Великобританией и пойти на конфликт с Россией. Король Густав IV Адольф взял курс на разрыв с Россией, хотя Швеция и не была готова к войне. Ее силы, разбросанные по Финляндии, составляли всего 19 тысяч человек. Однако война оказалась нелегкой для обеих сторон. В тылу русских войск развернулось партизанское движение финского населения. Они были вынуждены оставить северную и центральную части Финляндии, а также Аланские острова и остров Готланд. После того, как были разгромлены главные силы шведов, шведские войска отошли с Финляндии. Финны прекратили боевые действия. Попытка заключить перемирие в 1808 году не удалась. Александр I, подстрекаемый Наполеоном и стремившийся к полному разгрому Швеции, не утвердил перемирие и приказал новому главнокомандующему генералу Кнорингу осуществить зимой вторжение в Швецию. После нескольких сражений в Швеции произошел государственный переворот. Король был свергнут, и регентом стал герцог Зюйдерман Ланский, который вновь предложил начать мирные переговоры. Кноринг в то время находился на Ланских островах. Он принимает решение заключить перемирие со Швецией. Но Александр I отменил перемирие и заменил Кноринга Барклэм-де-Толли. В апреле корпус Швалову по указу царя начал наступление и в мае занял Умео, после чего командование корпусом было передано Каменскому. Шведские войска пытались задержать русские силы и высадили в их тылу десант, но он был разбит Каменским. Поражение шведов закрепил Фригрисгамский мирный договор. Соглашение было подписано 17 сентября в Финляндии. Финляндия на правах Великого княжества вошла в состав Российской империи. Русское правительство обязалось сохранить ее прежние законы и Сейм. В соответствии с Фригрисгамским мирным договором Швеция обязывалась расторгнуть союз с Великобританией и заключить мирные договоры с Данией и Францией и присоединиться к континентальной блокаде. 17 сентября 1914 года операция, когда союзнические германские войска пытались обойти друг друга с фланга, получила свое название «Гонка к морю». В результате нее Западный фронт протянулся от Северного моря через Бельгию и Францию до Швейцарии. Это была даже не одна, а целых три последовательные маневренные операции, протекавшие на Западном фронте в Первую мировую войну с 17 сентября по 15 октября. К середине сентября 1914 года казалось, что роль флота в войне на Европейском театре сводится к утомительной и однообразной сторожевой службе, так как он не был непосредственно связан с главными операциями на континенте. Однако вскоре армия союзников обратилась к флоту с просьбой о содействии. Преследование немцев, отступивших от Марны, окончилось на реке Эна. 17 сентября командованию англо-французской армии стало очевидно, что с имеющимися силами прорвать новый немецкий фронт немыслимо. В этот день союзники решили изменить свой план и попробовать загнуть немецкий западный фланг, который уже загнул их фланг на Марне. В лучшем случае при этом союзники соединялись с бельгийской армией. Это не допустило бы немцев к морю и сохранило богатые промышленные районы Фландрии. Однако, к несчастью для союзников, соединения с бельгийскими войсками не произошло. Немцы оттеснили бельгийцев за укрепление Антверпена и дошли до самого моря. Тут-то и пригодилась помощь союзнической флотилии. Гонка к морю завершилась, положив начало новой крупной операции – Дюнкерской. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok